Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают На заседании комиссии присутствовали всего 6 депутатов, минимальное количество народных избранников для кворума и принятия решений, из которых 5 проголосовали за включение обращения редакции ТРК Юг в повестку дня, а один Геннадий Пономаренко воздержался. Именно его голос был решающим и вопрос не прошел. Сегодня мы уже, собственно говоря, увидели отношения членов депутатской комиссии по законности информационной политики к журналистам как таковых. Извините, что обобщаю. Геннадий Владимирович, вам отдельное спасибо. Я думала, вчерашний инцидент как-то так очень ярко охарактеризовал то, что сейчас у нас творится в городе с информационной политикой. Но нет, сегодня было как бы еще красивше. Трудно сейчас сказать, какое было настроение у людей, что произошло с ними утром, потому что к обеду произошли вот такие вот вещи. Я осуждаю всячески. Любой мир лучше любой войны. Ну, в данный момент я знаю и ту сторону, и ту. Тот же Игорь, я его знаю с положительной стороны. Как ни странно, год назад он мне очень сильно помог. Просто личный фактор. Вы сейчас заявляете о том, что в исполкоме процветает кумовство. С чем вас всех и поздравляют? У нас работник был моим. Дарин, ну ты не связывай с этим. В повестку дня кум не внесет. Давайте как бы. Извините, ради бога, что побеспокоили. Мы не часто это делаем. Хорошо. Спасибо большое всем. До свидания. Кстати, это не первое нападение Игоря Калачева на журналистов. В марте 2004 года, будучи сотрудником милиции, он совершил нападение на журналистов ТВ Бердянск во время съемок на центральном рынке. Как рассказал участник тех событий, а ныне заведующий информационным отделом ТРК Юг Андрей Таковенко, правоохранители с применением физической силы отобрали видеокамеру, пытались строить журналистов и не давали пользоваться телефоном, фактически незаконно задержав съемочную группу. Во-первых, если вам предлагают присесть, присядьте. Во-вторых, жвачку жевать. Жвачку жевать. Ясно? Вы будете жевать ее тогда, когда вы ее захотите, но не в кабинете, когда вас сюда пригласили. Тогда, 11 лет назад, руководству городела пришлось немало покраснеть за действия подчиненных. Но времена были не те, и милиционеры, среди которых был Игорь Калачев, отделались дисциплинарными взысканиями. Нынешняя история с нападением на журналистов получила широкий общественный резонанс. И если руководителям мэрии Бердянска все равно, что в городе произошел такой инцидент, то всеукраинские общественные организации, Национальный союз журналистов Украины, Независимая ассоциация вещателей, Институт развития региональной прессы отреагировали на произошедшее сразу. Они намерены взять под контроль ход расследования. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok